Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «События». В студии Светланы Кудрявцевой я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Сделать взаимодействие жителей с властью еще более эффективным. Специалисты по обратной связи регионального ЦУР провели обучающий семинар с сотрудниками администрации, где рассказали, как общаться с жителями. В Самарской области объявлен желтый уровень опасности. Какие меры безопасности рекомендуют соблюдать жителям? Решение вопроса обманутых дольщиков и борьба с недобросовестной управляющей компанией. С какими еще проблемами обратились к депутату Госдумы Александру Хинштейну самарца во время приема граждан. Кабины для переодевания, скамейки, зонтики и игровые площадки. На содержание городских пляжей в ближайшие три года будет потрачено 90 миллионов рублей. Всегда ли есть риски при беременности двое дней и много ли близнецов и двойняшек появляется на свет в Самаре? Репортаж из больницы Середавина. Не справились с лидером. Баскетболистки Самары уступили УГМК в домашнем матче. В Самарской области объявили желтый уровень опасности. Ночью и днем на территории региона ожидается усиление южного ветра. Порывы будут достигать 15-18 метров в секунду. Об этом информирует Главное управление МЧС России по Самарской области. Жителей просят соблюдать веры предосторожности, не ходить под крышами домов, не оставлять машины рядом с высокими деревьями и рекламными конструкциями. В микрорайоне Волгарь Куйбышевского района Самары построят новую школу до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба областного Минстроя. В общей сложности на территории Самарской области запланирована реализация шести образовательных учреждений, из которых четыре школы будут возведены в рамках концессии. На данный момент в микрорайонах Южный город и Волгарь, а также в Тольятти и Ставропольском районе активными темпами ведутся строительно-монтажные работы. Кроме этого, планируется заключить два концессионных соглашения на строительство школ в Самаре и в Тольятти. В Сызрине в ближайшее время также начнутся работы по возведению школы на полторы тысячи мест. Специалисты по обратной связи регионального ЦУР провели обучающий семинар с сотрудниками администрации внутригородских районов и департаментов Самары с целью сделать общение жителей с властью в интернете еще более эффективным, конструктивным и комфортным для обеих сторон. Жители региона давно привыкли общаться с органами власти в интернете. При содействии ЦУР сети становятся все более удобной площадкой для взаимодействия с муниципалитетами по разным вопросам, будь то необходимость расчистить дорогу к школе или решение проблем с управляющей компанией. Доверие жителей к муниципальным пабликам и соцсетям министерств растет. И сегодня 60% всех обращений приходит через инцидент менеджмент. Сотрудники ЦУР рассказали специалистам об этике общения в соцсетях. Среди главных критериев – качественные фотографии, иллюстрирующие решение проблемы по жалобам в соцсетях. В Самаре взяли под охрану дом Бабердина на улице Чапаевской, 9193, литеры А1 и А2. Соответствующий приказ опубликовали на сайте регионального правительства. Из документа следует, что предметами охраны в доме Бабердина стали само здание, строительные конструкции, фундамент, парадный вход, декор фасадов и другие элементы. Напомню, двухэтажный жилой дом построили в 1917 году. Также под охрану взяли и дом Панафидина по адресу Фрунзе, 127. Оба здания расположены в Самарском районе. Собственники этих домов должны будут поддерживать их в надлежащем состоянии при необходимости проводить ремонт. Менять внешний облик построек нельзя. Самарские пляжи станут более благоустроенными. Собственники на их содержание в ближайшие три года потратят более 90 миллионов рублей. Сейчас Департамент городского хозяйства и экологии ищет подрядчика, который будет заниматься комплексным благоустройством. Победителя торгов определят после 23 марта. А уже в начале апреля специалисты должны приступить к работам. Среди задач – завоз песка, сборы, вывоз мусора, водолазные обследования, очистка дна, акватории пляжей, устройство мест купания. Также планируется, что будет установлены дополнительные кабины для переодевания, урны, скамейки, буйки, детские игровые комплексы, футбольные ворота и другие объекты. В связи со строительством новой станции «Метро театральная» в историческом центре города будут проводить работы на сетях холодного водоснабжения. Об этом сообщает ресурсоснабжающая компания. Специалисты планируют сделать переврезку линии диаметром 150 мм в районе пересечения Самарской и Галактионовской. Для этого придется на короткое время отключить близлежащие дома от холодного водоснабжения. Чтобы минимизировать неудобства, работы будут проводить в ночное время. С 10 вечера 9 марта до 10 утра 10 марта будет отсутствовать холодное водоснабжение в домах на улицах Галактионовская, Красноармейская, Самарская. Адреса указаны на экране. Жителям рекомендуют сделать запас воды. Также будут предоставлены бойлеры с питьевой водой по адресам. Улица Галактионовская 100, Самарская 130. Предприятие приносит извинения за неудобства. Они временны, а метро навсегда. Если наконец-таки заработает метро, это, конечно, сократит время, даст больше возможностей добраться и детям в театр оперы и балета, и в театр драмы, это на набережную. Ну, это самые, наверное, культовые места, до которых хотелось бы всегда вовремя приехать, уехать. И, конечно, метро – это тот самый долгожданный, о чем можно было только не считать. В Самаре продолжаются выездные приемы, которые проводят специалисты МФЦ на базе территориальных ресурсных центров в поддержке актива многоквартирных домов. Граждане могут получить информационную и юридическую поддержку. Кроме того, им помогут зарегистрироваться на сайте Госуслуг. Подробности узнали наши корреспонденты. Зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Госуслуг «Восстановить забытый пароль». Сотрудники МФЦ сами выезжают в ресурсные центры, которые организованы в рамках проекта «Региональный центр поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК «Мой дом». На этот раз они работали в Октябрьском районе Самары на Новосадовой 164А. Раиса Васильева пришла на встречу со специалистом МФЦ, чтобы разобраться с учетной записью на Госуслугах и в дальнейшем через эту платформу оплачивать налоги, записываться на прием, оформлять документы, а также работать с платформой ГИС ЖКХ. Пользу мы видим в том, чтобы видеть отчет нашей управляющей компании, какие работы по нашему дому, допустим, сделаны, в каком объеме и какая сумма денег затрачена, скажем так. Нас вот этот вопрос очень волнует. Проект «Мой дом» запущен в 2021 году по инициативе главы региона Дмитрия Азарова. Он направлен на правовую помощь, содействие активным собственникам жилья, обучение грамотному управлению и содержанию дома, помогает выстраивать отношения с управляющими компаниями и разными ведомствами. Сегодня всем очевидно, что дистанционно намного удобнее работать, получать какие-то консультации, муниципальные услуги, государственные. Я уж не говорю о личном кабинете пенсионного фонда. Для многих это актуально посмотреть налоговую политику, поизучать какие-то налоги и в том числе оплатить их. Поэтому это экономит и время, и силы, и средства. Администрация внутриградских районов регулярно организует встречи граждан с сотрудниками МФЦ на базе ресурсных центров. Напомним, продолжает работать горячая линия регионального центра поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК, проекта «Мой дом». Звонить можно в будни по телефону 8 800 55 55 263. Звонок бесплатный. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События. Депутат Госдумы Александр Хинштейн провел личный прием граждан. Среди вопросов традиционно большая часть касается сферы ЖКХ и строительства. Например, смена управляющей компании и ответственность за неисполнение обязанностей по обслуживанию территорий. Подробнее в нашем сюжете. На личном приеме граждан к депутату Госдумы Александру Хинштейну обратились представители инициативной группы дольщиков недостроенного ЖК на пересечении советской армии Антонова Овсенко. Они переживают за судьбу своих квартир. Представители Министерства строительства рассказали, что в феврале возведение комплекса возобновилось. Прямо на приеме граждан депутат вместе с дольщиками посмотрел прямую трансляцию с камер, установленных на строительной площадке, и увидел, что работы по завершению строительства ведутся. Новые инвесторы обещают сдать дом в следующем году. Самое главное, что алгоритм понятен, самое главное, что средства на завершение строительства есть, но даже если бы этого инвестора не нашли, то своей стороны власти все равно были готовы действовать иными способами, в том числе, используя имеющиеся законопредусмотренные ресурсы, достраивать это за счет привлечения иных источников, в том числе бюджетных. Жители домов на улице Центральной в Октябрьском районе обратились к депутату с просьбой посодействовать в ремонте улицы на участке от Санфировой до Гастелло. Они отмечают, что за дорогой не следят. Этот участок обозначен знаками «жилая зона», поэтому за его ремонт отвечает управляющая компания. Депутат порекомендовал жителям совместно с районной администрацией через суд принудить обслуживающую организацию выполнять свои обязанности. Считаю, что мы создадим достаточно хороший прецедент, и этот прецедент может быть использован широко, и не только на территории нашего региона. Когда компания-застройщик, компания-управляющая, как правило, они сафилированы между собой, дальше делает вид, что ей ничего не принадлежит. Она отвечает только за уборку территории, но не за задержание и не за ремонт. Конечно же, это не так. Также во время приема к депутату обращались с вопросами смены управляющей компании, переноса сроков капитального ремонта и других. Всего было рассмотрено более 10 обращений. Все они будут на личном контроле парламентария. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. Российское военно-историческое общество предложило установить в Самаре памятник Алексею Николаевичу Толстому. Сделать это хотят в год празднования 140-летия писателя. Возможные локации для установки монумента осмотрел депутат Госдумы России Александр Хинштейн. Также парламентарий в рамках региональной недели проверил, как проходит реконструкция бывшего полицейского управления на улице Фрунзе и клуба имени Дзержинского. Обо всем в деталях Михаил Ермоленко. В январе 2023 года 140 лет исполнилось Алексею Толстому. Его знают не только как одного из самых известных отечественных писателей, но и как общественного деятеля и военного корреспондента. Алексей Николаевич прошел две мировые войны. В годы первые он писал фронтовые очерки для газеты «Русские ведомости», а во время Великой Отечественной войны печатался в «Красной звезде». В юбилейный год Толстого российское военно-историческое общество предложило увековечить память писателя в Самаре, установив памятник. Впервые эту идею обсуждали больше 10 лет назад, но тогда процесс не запустили. Сегодня же для мемориала уже ищут площадку. Солдаты писали Толстому о том, что его корреспонденция, его материалы, его рассказы поднимают их в бой и служат для них, ну, таким лучшим стимулом для победы. Мне кажется, что это совершенно по-другому заставляет нас смотреть на фигуру Толстого и сохранение памяти о таких людях, о патриотах, я считаю, это очень правильно и очень нужно. По словам парламентария, в Самаре может появиться не просто памятник, а целый комплекс. Возможно, рядом со скульптурой Алексея Толстого установят горельеф, на котором будут изображены персонажи произведений писателя. Сейчас для этого выбирают подходящее пространство. Одна из локаций – набережная на Некрасовском спуске. Осмотрела делегация и площадку рядом с речным вокзалом. Статусность, может быть, того или иного объекта и художественного произведения должна соответствовать той ситуации, где он находится. Если мы говорим о набережной города, которая является городом, лицом города, и наиболее значимый городостроительный объект, наиболее значимые, в том числе и в истории нашего города, личности должны быть повековечены, наверное, в том числе и здесь. Во время региональной недели Александр Хинштейн также посетил несколько объектов реставрации. Один из них – клуб имени Дзержинского – уникальный образец советского конструктивизма. Восстанавливать здания начали летом прошлого года. По словам подрядчика, сейчас объем работ выполнен на 70%. Срок сдачи – сентябрь 2023-го. Сейчас ждем отключения отопления. Заходим доделывать систему отопления, соответственно. У нас фасады, замена окон, подоконников и небольшие внутренние отделочные работы. Также к восстановлению готовят здание бывшего полицейского управления на улице Фрунзе. Здесь с декабря 1917 года по июнь 1918-го располагался штаб охраны Самары. Сейчас базируется управление по вопросам миграции. Как проходит подготовка к обновлению строения вместе с парламентарием, проверил начальник главного управления Министерства внутренних дел России по Самарской области Игорь Иванов. По контракту подрядчик должен отремонтировать фасад, восстановить кирпичную кладку, обновить внутренние интерьеры и многое другое. Как отметил Александр Хинштейн, здание необходимо полностью привести в порядок. Увидели, например, что с внутренней стороны это здание скреплено стяжками, потому что в нем есть трещины. Чтобы эти трещины устранить и здание привести в порядок, будет выполнено усиление конструктивных фундаментов, и тогда здание встанет на свое место. Сейчас в Самаре на реставрации находятся 16 объектов культурного наследия. Михаил Гермоленко, Григорий Плешаков. События. Павел Покровский продолжит представлять Самарскую область в Общественной палате России восьмого состава. Таковы результаты тайного голосования, прошедшего в рамках пленарного заседания областной общественной палаты в четверг 9 марта. Павел Покровский впервые был избран в состав Общественной палаты Самарской области в 2008 году и затем переизбирался во все последующие ее составы. Как председатель комиссии по коммуникациям, информационной политике, вопросам развития гражданского общества и благотворительности, стал автором и инициатором целого ряда имиджевых социокультурных благотворительных проектов. В марте 2020 года был избран от региона в состав Общественной палаты России и в течение трех лет успешно продвигал актуальную для губернии повестку на федеральном уровне. В Самарской области 4200 новорожденных прошли расширенный неонатальный скрининг на 36 наследственных и врожденных заболеваний. Эти исследования доступны для всех детей, которые рождаются в регионе. Наследственные заболевания крайне важно выявлять на стадии, когда еще нет симптомов. Если уже появились симптомы, значит в организме начались необратимые изменения. Благодаря решению, принятому на федеральном уровне, появилась возможность диагностировать максимальное количество врожденных генетических наследственных заболеваний на ранней стадии. Ранее диагностика позволяет своевременно применять эффективные методы лечения, рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян. Новорожденному проводят так называемый пяточный тест – забор капиллярной крови из пятки. Кровь у малыша берут на вторые сутки с момента рождения. Материал направляется в специализированной лаборатории. По итогам скрининга у одного ребенка в регионе подтвердился первичный иммунодефицит. У двоих новорожденных выявлены высокие риски по спинальной мышечной атрофии. Проводятся дополнительные исследования. У одного ребенка подтвердилась фенилкетонурия – нарушение обмена аминокислот. Двойное счастье в Самарском областном перинатальном центре выписали маму и новорожденных мальчиков-двойняшек. Чуть больше месяца они находились под пристальным наблюдением врачей. Но теперь, когда опасность для здоровья миновала, семья наконец-то воссоединилась. Подробности о долгожденной встрече расскажет Александра Гусева. Рождение первенца – радостное событие для каждой семьи. А двух первенцев – двойной праздник. Вот и в самарской семье Колесовых сегодня долгожданное событие. Из перинатального центра выписали маму и новорожденных мальчиков-двойняшек. Светлана Колесова родила еще в начале февраля, но раньше положенного срока. Мама с малышами больше месяца оставалась в больнице. Мальчикам требовалась помощь квалифицированных специалистов. Она поступила сразу практически в родовую. То есть она не лежала в палате патологии. Вот 32 недели, учитывая, что это двойня, поэтому маловесные дети – 1400-1500. Четыре дня они привели в отделение реанимации. В нашем отделении они привели чуть больше месяца. Восстановили все свои функции организма, набрали вес за 2 килограмма. И вот уже в удовлетворительном состоянии сегодня выписываются домой. Около 45% недоношенных детей, рожденных в Самарской области, появляются на свет в областном перинатальном центре больницы Середавина. Работающие здесь специалисты поставили на ноги сотни детей, имеющих проблемы со здоровьем. Сегодня двойняшки Алексей и Максим чувствуют себя хорошо, а мама мальчиков принимает поздравления. Родителей поздравили не только близкие, но и правительство Самарской области. Передали подарки новорожденным. Очень хороший подарок Дмитрию Азару. Спасибо большое. Там у нас все есть. Там у нас костюмчик есть, пеленки, распашонки, плед есть, шампуньки, крема. Подарок новорожденному – это набор необходимых вещей, которые могут пригодиться ребенку с первых дней жизни. Александра Гусева, Константин Головин. События. У православных христиан началась вторая декада Великого поста. Какую диету они держали все это время, как разнообразить стол, расскажет наш корреспондент. Сергей Кизоркин посетил два монастыря в Самаре и готов поделиться подробностями. Великий пост у православных христиан предваряет Пасху Христовую. Спаситель постился в пустыне 40 дней. Его примеру следуют и христиане перед Пасхой. Рассказывает благочинное Иверского монастыря Нафанайло. Подъем в половине пятого утра. При этом за стол монахини садятся только раз в сутки в один часов утра после утренней службы. Сегодня в меню еще без мяса, рис на воде, овощной салат, пирог с изюмом и компот. Энергии от этих блюд должно хватить до отбоя в девять вечера. До этого времени монахинь ждут работы по хозяйству и в храме. Постоянная молитва и вечерняя служба. Пост великий располагает именно к покаянию. Что такое покаяние? Покаяние – это признание своих грехов. Каяться пред Господом во всем содеянном плохом. Просить Господа начать новую жизнь. Но какая может быть Пасха, если человек, например, объедался, опивался, гулял, смотрел телевизор. Без поста Пасхи быть не может. Новая жизнь у бывшего железнодорожника Евгения Подхалюзина началась 10 лет назад. Тогда он впервые перешагнул порог свято-воскресенского мужского монастыря. Начинал теперь уже инок Нифонт простым рабочим. Потом стал послушником. И ему доверили печь просфоры – специальный хлеб для богослужения. В этот великий пост Нифонта постригут в монахи и дадут новое имя. В миру такая пословица – терпение и труд – все перетрут. Надо терпеть, молиться, любить Господа. И все получится. И все посты будут нормально преодолеваться. В первую неделю Великого поста в рационе сырые овощи и фрукты. Затем только вегетарианская пища. А в среду и в пятницу еда без растительного масла. И так почти полтора месяца до пасхального воскресенья. В этом году оно приходится на 16 апреля. Как говорят христиане в таких случаях – Бог в помощь. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. Баскетболистки «Самары» не смогли прервать серию побед у ГМК из Екатеринбурга. Хоккеисты «Лады» уже в первом раунде выбыли из борьбы в плей-офф чемпионата ВХЛ. А тольяттинские мотогонщики стали серебряными призерами чемпионата страны. Подробнее в нашей рубрике «Новости спорта». Тренерский штаб сборной России по футболу объявил расширенный состав команды на мартовские сборы. В списке 41 футболист, 6 вратарей, 12 защитников, 18 полузащитников и 5 нападающих. Среди них есть и игроки самарских крыльев советов – Александр Солдатенков, Александр Коваленко и Владимир Писарский. Учебно-тренировочный сбор национальной команды запланирован на 19-28 марта и пройдет на подмосковной базе в Новогорске. О товарищеских матчах сборной России будет объявлено позднее. По словам главного тренера Валерия Карпина, окончательный состав на мартовский сбор будет объявлен 16 марта. Баскетболистки «Самары» на домашнем паркете принимали у ГМК из Екатеринбурга. Уральская команда в этом сезоне еще ни разу не проигрывала в чемпионате России. Прервать их серию побед не смогли и самарчанки. Начало встречи осталось за хозяйками, но затем гости прибрали инициативу к своим рукам и постепенно довели преимущество до 20 очков. Переломить игру у «Самары» в дальнейшем уже не получилось. Итог – поражение 69-92, «Самара» на пятом месте в турнирной таблице. Хоккеисты «Ладу» уже в первом раунде плей-офф чемпионата ВХЛ выбыли из борьбы за кубок. Тольяттинцы не смогли переиграть тульский АКМ. Судьба противостояния до четырех побед решалась в седьмой игре в Тольятти. Хозяева открыли счет во втором периоде и удерживали лидерство почти до конца. Но за четыре минуты до финальной сирены гости смогли сравнять счет. В первом овертайме тольяттинцы не реализовали булит, а победную шайбу гости забросили лишь во втором дополнительном периоде. 1-2, поражение «Лады» в матче и 3-4 в серии. Сезон для тольяттинской команды завершен. В американском «Индиан Уэлси» стартовал один из престижных теннисных турниров категории WTA 1000. Уроженка Тольятти Диана Шнайдер не смогла попасть в основную сетку соревнований через квалификацию. Она уступила «Аранче Рус» из Нидерландов 6-7, 7-5, 0-6. Встреча длилась 2 часа 14 минут. Диана три раза подала на вылет и сделала 4 двойные ошибки. А со второго раунда за трофей начнет борьбу Дарья Касаткина из Тольятти. Она встретится с победителем встречи Ясмин Паолине из Италии и Татьяной Марии из Германии. В Шадринске восьмым заключительным этапом финишировал командный чемпионат России 2023 года среди команд Суперлиги по мотогонкам на льду. Чемпионами России стали спортсмены Башкортостана из Уфы. Мега «Лада» из Тольятти, в составе которой Даниил Иванов, Игорь Кононов, Никита Толокнов и Игорь Сайдулин взяла серебро. А хозяева торпеда «Шаас» стали обладателями бронзы. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Администрация промышленного района Самары рассказывает, как ведется борьба с гололедом. Коммунальные службы района в полном составе вышли во дворы. Сотрудники управляющей компании, МБУ промышленной, подрядной организации очищают придомовые территории, проезды, пешеходные зоны и лестничные спуски от наледи. Во дворах работают техника и дворники. Администрация советского района Самары напоминает, что ранней весной по-прежнему темнеет достаточно быстро, а значит снижается видимость на дорогах. Водителям сложнее заметить пешеходов, особенно ночью. Поэтому рекомендуется носить с собой световозвращатели. Это могут быть наклейки на верхней одежде, шнурки, специальные брелоки и другие аксессуары. Так, если у машины включен ближний свет фар, то благодаря световозвращающим предметам водитель увидит пешехода за 200 метров, а при дальнем – за 350. Такой аксессуар должен быть виден со всех сторон. Лучше использовать сразу несколько. Крепить их следует повыше – на куртку, рюкзак или сумку. Но нужно помнить, что световозвращатели эффективны только при условии соблюдения правил дорожного движения. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки Самары напоминает, что в областной столице для отдельных категорий граждан действует услуга «Социальные такси». Маломобильных горожан перевозят к социально значимым объектам общественного значения на специализированных легковых автомобилях. Оформить заявку можно по телефону 250-0350. Какие категории граждан могут воспользоваться услугой «Социальные такси» и перечень объектов социальной инфраструктуры, в котором осуществляется доставка социальным такси, можно уточнить в телеграм-канале Департамента. На этом пока все. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте «Самары ГИС» в нашем телеграм-канале, на страничках, в «Одноклассниках» и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok